Россия передала Японии список озабоченностей за Альянс с США. Россия передала Японии список озабоченностей за Альянс с США. 7.28.23.2019 года. Обновлено. 8.28.23.2019 года. ТАСС-СЛЕШ.ПУ. Визит главы МИД РФС. Лаврова в Японию. ТАСС-СЛЕШ.ПУ. Нагоя. Япония. 23. НОИ АРИА. Новости. Москва передала Токио перечень своих озабоченностей по вопросу безопасности России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Мы передали японским коллегам и по линии МИДа, и по линии нашего Совета Безопасности перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности. Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию. Сказал журналистом российский министр. По словам Лаврова, он намерен обсудить эту тему на встрече с японским министром иностранных дел Тасиме Цуматеги, визит которого в Россию намечен на декабрь. Глава МИД отметил, что в своих отношениях с Токио Вашингтон не стесняется публично протверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай. Министр подчеркнул, что военное сотрудничество Токио и Вашингтона является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. 3 октября, 8 часов. Российские ракеты напугали японцев. Они просят помощи США. Проблема мирного договора. Отношения между Москвой и Токио омрачают отсутствие мирного договора, который не был заключен после окончания Второй мировой войны, а также вопрос принадлежности Южнокурильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан и Туруп и Грядухаба-Маи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабама и Шикотана. Судьба Кунашира и Турупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страну так и не подписали. В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абе. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе и российский суверенитет над Южными Куилами.